ПЕСНЯ ПЕСНЯ Это наш новый зал, который раньше первоначал. Мы собираем оборудование полосу, чтобы управлять его зал, и последующий в планах, который будет наше награде. Слав Махачев награжден орденом за заслуги Республики Дагестан. Это высшая награда Дагестана. И я очень рад, что мне в этом году или в этот период удостоено право эту награду ему вручить и поблагодарить за победу. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хотелось бы Абдулможитовичу. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ И Магомеду Мурезлану, менеджеру, который... АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Спасибо. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо. Это непосредственно с самого боя футболка. А, это вот чемпионский? Да, это чемпионский футболка. Это тренер, по-моему, в этом году. Печаток чемпионский. Как раз наш тренер Авер Мендес. Тоже, как вы, послужение и размеры от моего. Спасибо. Конечно, я смотрел этот бой. От ожидания этого боя я там все остальные посмотрел, включая женские. Обратил внимание на то, что огромная поддержка в зале была со стороны и наших земляков, и других россиян, которые в это время были в Эмиратах, и самих представителей Эмиратах. Они, на самом деле, очень искренне поддерживали ислам. Не знаю, он, наверное, сам скажет, насколько эта поддержка помогла им победить, но, на мой взгляд, очень эмоционально ребята болели и очень сильно переживали. Да, конечно, я с самого начала просил, чтобы мне дали бой именно в Абудабе, потому что в Абудабе не нужна виза, и многие из России могут приехать. Так и получилось. Вся арена была переполнена, и очень сильно меня поддерживали там люди. Я всегда говорил, что это дает какой-то заряд энергии дополнительный. Спасибо. Тяжело быть чемпионом после Хабиба? Первый чемпион у нас Хабиб, второй ты? Ну, я думаю, полегче, чем Хабибу, потому что эта тропа уже протоптана, мне просто надо было идти тренироваться. Хаиб показывал пример вообще, как себя надо вести в клетке, за клеткой, и я просто этого придерживался. Впервые здесь, в этой школе единоборств. Вот я у Ислама спросил, у ребят спросил, они говорят, это был раньше просто ангар. И за счет того, что меценаты, которые стали победителями на различного рода турнирах, за счет своих призовых, вот такой замечательный стал здесь создали. Это очень хорошо. Но мне бы хотелось, чтобы помимо вот таких историй у нас были хорошие высококлассные спортивные объекты, как центр борьбы, центр бокса, плавательный бассейн. Я с Хабибом разговаривал, и мы очень хотим поучаствовать в завершении строительства школы высокогорной. Такой нет вообще нигде в мире на этом уровне, нет нигде в мире. А для борцов, да и вообще для спортсменов это важно. Может быть, вот разницы нет, где будет актоголь стоять, внизу или на Среднегорье. Но реабилитироваться после соревнований или функциональную подготовку проходить там, на Высокогорье, то чего? Так же, да, если... Если первый этап проходил в Сильди, хотя база там завершена, то мне нужно было в Среднегорье. Вот первый этап, обязательно. Я вас уверяю, это не только вот эта база Сильди. Она может быть интересной не только для представителей единоборств. Да, она может быть для любого спортсмена, особенно того, который должен пройти функциональную подготовку и реабилитацию. Ну, скажу так, что секрета никакого не существует. Я очень рад, что смог завоевать этот пояс, потому что, я думаю, этот пояс будет примером для всего подрастающего поколения. Мы знаем, что у нас очень много ребят занимаются, все залы переполнены детьми, и я думаю, это будет какой-то мотивация, что я такой же не отличаюсь ничем от этих ребят, что я просто всю жизнь я тренировался, верил, поставил себе цель и пришел к этому. Я думаю, что, я думаю, и надеюсь, что с такой поддержкой у кого-то республики. Очень приятно, что мы прилетели в 6 утра, где Сергей Алинович приехал наш третий. Мы понимаем, что такая поддержка со стороны государства, со стороны правительства, это еще дополнительные данные. На сегодняшний день традиций большого спорта в Дагестане очень много. У нас еще очень большой потенциал, который мы пока еще не раскрыли перед собой. То есть есть те виды спорта, которые просто для Дагестана мы исторически, что ли, должны быть приемлемы. Помимо единоборств, помимо борьбы, помимо футбола, но вот то, что Резван и Сажит сказали, для нас очень важно, чтобы у нас всегда были такие флагманы, которые могли бы показывать своим примером то, чего можно достичь. Знаете, не как иногда в Дагестане бывает за счет того, пошел что-то в конверте, отнес, и вот у тебя успех, да? Почему мне дорога вот эта история спортивная? Потому что это как раз та история, где за взятку титул не возьмешь, где за родственные связи бой не выиграешь и не победишь, пока не прольешь. Ход, кровь. Поэтому, как бы там ни было, на мой взгляд, спортсмены – это те чистые люди, которые на самом деле понимают, насколько тяжело иногда победа дается. Мне, может быть, это близко, потому что я, ну, как бы и спортом занимался на протяжении жизни, и военный человек, я понимаю, что такое победить. Есть такой девиз, он, наверное, и вам приемлем. Примерно так он звучит – победи себя, и будешь не побежден. То дело, которое они делают, достигают, и когда руководство это оценивается, и в том числе тот пример сегодня, который он пришел не в кабинетах, не в залах, принял ребятам. Пришел в зал посмотреть, можно сказать, подышать тем воздухом, который мы здесь проходим из дорогого стоя. Сергей Иванович, вам огромное спасибо. Мы знаем, насколько вы усилив вкладываете и в легкое сегодня это время, и все наши спортивные просьбы, в плане инфраструктуры Республики Спорта, которая нужна, и календарного плана спорта. Вы всегда нас поддерживаете. И за это огромное спасибо. Наше дело маленькое. Стараемся поддерживать и увеличивать не меньше нашей республики. Наверное, мы берем там в сторону какие-то спортивные достижения. Мы уже там показали, что на первых рядах стоит. Но также, я думаю, вот эту вот хорошую тенденцию начал Хабид Нурмагамидов, когда вообще на мировом просьбе, пользуясь своей повторностью, начал продвигать, популяризировать вот эти все ценности наши, именно дагестанские традиционные ценности, там, где мы уважаем родителей, слушаем родителей, уважаем и ценим старших. Ну и все, нам присущи Дагестану. И сейчас Ислам Махачев подхватил эту эстопеду. И я так, наверное, скромно скажу, это такие непрямые инвестиции в нашу республику. И я думаю, что у ребят, которые за вами идут еще впереди олимпийские победы, и слава Али Алиева, слава, в данном случае, Ислама Махачева, нашего министра и других спортсменов, она обязательно из-за собой поведет. Поэтому, раз у вас просьбы нет, тогда у меня к вам просьба. Давайте мы с вами вместе с этим поясом сфотографируемся, если вы не против. Спасибо. Спасибо.